Привет любителям игры Асфальт 9! Всего-навсего два месяца остается до выхода масштабного ребрендинга 9 Асфальта, который превратится в Асфальт Legends Unite. У меня на канале уже выходило обобщительное видео о том, что нас там ждет. И если вы его еще не смотрели, то наиболее логично будет это сделать, а уже потом вернуться сюда. Ссылка есть на экране и в описании. Там я в общих чертах рассказывал о многих аспектах ребрендинга, в том числе о переработанном интерфейсе игры. И именно о данном аспекте я уже более детально расскажу в этом видосе. И плюсом в конце ролика вас ждет бонус в виде нового отрывка геймплея обновленного Асфальта. Итак, начнем пожалуй с того, чего раньше не было в игре, а именно новой вкладки Home, то есть домашний экран. С его помощью удалось разгрузить верхний статус-бар в меню. Как мы видим, сюда переехал раздел профиля игрока, информация об уровне гаража и количестве авто и раздел с ежедневными заданиями, спонсоркой и так далее. Кстати, выглядит этот раздел теперь будет вот так. Еще что меня удивило, это то, что на вот этих вот главных экранах будет отсутствовать информация о количестве нашей валюты. Мелочь, но в теории не очень удобная. В общем, сверху осталась только кнопка магазина. Далее непонятная иконка с цифрой 0. Возможно, это кнопка клуба, а цифра означает сколько игроков сейчас онлайн. Правее, судя по всему, кнопка чата. Кстати, сам чат теперь будет вот так раскрываться на весь экран. Естественно, настройки. Ну и, конечно, наконец-то измененный дизайн фона. Прощай, скучный белый гараж. Да здравствует яркий разноцветный бэкграунд. Ну что же, давайте теперь пройдемся по всем разделам игры и посмотрим, что там поменялось внутри. Раздел с пропуском легенды, конечно, никуда не денется, но вместе с переименованием игры изменится и название пропуска. Теперь это не Legend Pass, а Unite Pass. Особо глазастые игроки смогли разглядеть здесь иконку сезонных жетонов, и это породило догадки об их втором пришествии. Но я думаю, что вот эти все предрелизные изображения носят демонстрационный характер, и не стоит относиться к подобным деталям всерьез. А вот так будет выглядеть экран кубков. Только почему-то все эти иконки отображены зеркально. Надеюсь, в релизе все будет норм. Внутри раздела все выглядит как-то пустовато, но тут понятно, что всего пара кубков показана. Ну и как вы видите, лишь зайдя вовнутрь какого-либо раздела, можно уже увидеть количество наших кредитов и жетонов. А цвет фона как нельзя лучше передает то, что мы говорили в детстве. Серо-буро-малиновый. Теперь вкладка особых событий. Главное изменение здесь — это удаление отдельного раздела шоурум с главного экрана и перенос его сюда. Как по мне, логичная и здравая мысль. Но опять же, не надо думать, что если тут изображены Старвей на Акелон, или шоурум на Мерс, то эти ивенты по-любому будут добавлены. Нет. Как я уже говорил, это сделано просто для демонстрации интерфейса. Некоторые моменты поменяются, и если нажать на события. Например, фон станет посветлее, а информация об условиях и наградах за прогресс опустится вниз экрана. Сетевой раздел заметно преобразится. Выбор сетевых сезонов теперь идет слева направо, а не сверху вниз. Также изменится и дизайн икона клик в сети. Они станут, как говорится, более модными, стильными, молодежными. Дальше мы видим режим спритскрин. Это, как я понимаю, игра по локальной сети. На ПК и сейчас эта функция вроде есть. Скорее всего, появится и на PlayStation версии игры. И новинка, которая появится в версии Unite. Режим приватных комнат, где мы сможем покатать вместе с любыми игроками, с любой платформы и с любого клуба. Кстати, я не совсем понял, какого фига на одном из скринов формат синдиката находится именно здесь, а не во вкладке особых событий. Но предполагаю, что тут имеется в виду также новый режим Coop Mode, то бишь сетевые гонки между игроками на обычных и полицейских авто. Как это все выглядит внутри, нам пока что не раскрывают. Ну и куда же без карьеры. Хоть разрабы и забили на нее, и уже давно новые сезоны не добавляют, но новичкам она все равно нужна, и вот так она будет выглядеть. В принципе, кардинальных изменений здесь нет. Да и сами лофты говорят, что не хотят уж слишком сильно менять интерфейс, чтобы мы запутались. В целом, все должно оставаться привычно. А теперь давайте заценим, как изменится игровой гараж. Ну что же, тут конечно сразу бросается в глаза измененная цветовая палитра. Вместо сине-голубых оттенков все раскрасится в серо-фиолетовое. Фиолетовый как бы вообще основной цвет редизайна. Интересно будет оценить, как в эту гамму впишутся наши золотые тачки. Кнопки уровней гаража и инвентаря, как видим, на месте. Но мне, если честно, не очень нравится, что, собственно, перейти в гараж. Теперь, походу, можно будет только с главного экрана с вкладки Home. В левом верхнем углу там уже такой кнопки нет. То есть придется делать лишнее касание. Но на некоторое несовпадение автомобилей с X-классами, опять же, не обращайте внимания. Я уже объяснил почему. Давайте лучше посмотрим на анимацию открытия новой машины. Фары, конечно, светят очень ярко. Ну а сама анимация та же, только на другом фоне. Теперь можно оценить меню покраски. Не, ну тут прямо-таки намного интереснее визуально смотрится, чем было вопросов нет. Интерфейс кастомного выбора оформления в целом прежний. Разве что поменялись шрифты, но, собственно, как и везде в игре. Экран прокачки, вдобавок к кастомному фиолетовому цвету, получит желтые акценты. В принципе, такое сочетание неплохо смотрится, как по мне. И пока что это вся новая информация об интерфейсе Asphalt Legends Unite. А перед тем, как я выскажу свои общие впечатления от увиденного, предлагаю посмотреть на небольшой рассекреченный отрывок геймплея на трассе Шанхай. Яркая ночная шанхайская трасса является показательной в плане графики. Но тут у меня сразу возник вопрос, а максимальный ли графон показан на этом отрывке? Потому как я не вижу этих красивых отражений на асфальте, как они есть сейчас. Да и вообще асфальт выглядит каким-то мутным и плоским. Короче, некрасиво. Далее нас встречает новый эффект активации нитроволны. Такая себе круговая волна. Опять же, спорное решение, но больше волнует другое. А куда пропала индикация полной шкалы нитро? Сейчас эта полоска мигает в таком случае, а здесь нет. Полезный ведь элемент. И далее снова участок трассы, на котором, как и в Осаке, просто навалили желтизны. Блин, честно скажу, пока меня как-то новый графон не впечатляет. Я уже говорил, что не вижу вообще никакого смысла лезть что-то менять там, где и так все хорошо. И графика это как раз один из таких элементов. Да, если подводить итоги по теме ролика, а именно интерфейсу, то тоже прикопаться есть к чему. Визуально, конечно, он выглядит неплохо, но как по мне, опять же, это дело вкуса, но некоторые практические минусы я озвучил. Также меня немного разочаровало то, что я, ну, пока что не увидел новых анимаций и звуков. А хотелось бы, но они все те же. Может, у меня просто слишком завышенные ожидания? Ну, не знаю. Напишите, какие ожидания у вас и оправдываются ли они на данный момент или нет. Ну и спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok